И он максимально показал свою эффективность. Типа того. Давай ты. Да. Ну давай ты. Хорошо, я как мама могу сказать одно, что... Спасибо за просмотр! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к такому способу образования детей. Однажды мы задумались о том, что нас не очень устраивает образование. Мы бы хотели кое-что изменить, поменять, включить какие-то новые дисциплины. И получилось так, что мы об этом задумались. Сказав однажды одному человеку второму, получилось так, что количество у нас людей стало прибавляться. Все в один прекрасный момент мы поняли, что желающих на самом деле очень большое количество. Мы решились на этот шаг. То есть вопрос стоял о том, что изначально мы хотели первый класс. Далее стали поступать звонки и говорить, хотим третий, пятый, седьмой, восьмой и так далее. И поняли, что домашнее обучение в рамках квартиры уже не получится. Стали искать помещение, стали разговаривать с родителями. Оказалось, что я, мама, прежде всего двоих детей, могу преподавать, так как являюсь учителем математики и физики. Могу преподавать математику и физику. Наталья Владимировна у нас тоже мама. Преподаю русский, преподаю литературу. То есть как бы объединились. У самой тоже ребенок учится в первом классе. Алектина Федоровна. Я тоже задумалась об образовании своих детей. И нашлись такие замечательные люди, которые предложили такие замечательные условия, что наши дети будут обучаться не как в школе, а по-особенному. То есть мы включили сюда ряд предметов, которые являются не только основными. То есть математика, русский язык, литература, физика. Мы включили сюда еще дополнительные предметы. То, что было у нас, к сожалению, убрано с образовательной программы, это каллиграфия. Мы включили сюда буквицу, включили черчение. То есть черчение на сегодняшний день у нас преподается с пятого класса. Буквица мы буквально ее ведем с первого класса. Разбираем сказки, рассказываем о буквах, как они были созданы, какие образы они прежде всего несут. Первая часть у нас занимает основные предметы. Вторая часть, так как дети у нас находятся с 8.30 до 17.00, они у нас проходят творческие предметы. Изо, музыка, физкультура, черчение. Обязательно мы с детьми разбираем этикет. И в формате современного времени мы сейчас ведем разбор цифрового этикета. Получается, у вас есть полный набор всех предметов, которые в обычной школе, и плюс дополнительные. У вас есть физкультура, УБЖ, шахматы, программирование, иностранные языки, да? Все это преподается. А как пришли вообще к этому? Я так понял, это все в рамках семейного образования, правильно? Да, то есть в рамках семейного образования для своих детей. То есть каждая отдельная мама, приняв решение, что уходит на семейное образование, объединились, сняли помещение и занимаетесь семейным образованием? Да. Отлично. Ну и как ученики относятся к вашей школе? Я была удивлена, когда попросили дети у меня проводить дополнительно физику. Как вы думаете, это в обычной школе бывает? Ну, в моей памяти не было такого. Наши дети, говорит, хотим дополнительный урок физики. Как давно вы саморганизовались? С 1 сентября. Какие классы у вас есть? Первый по 8-й включительно. Вы их будете сопровождать до конца, да? Да. В следующем году мы планируем, в учебном году мы планируем открыть нулевой и уже готовы взять деток на 10-й класс. А какой-то сертификат об окончании семейного образования выдаётся, нет? Сейчас этот вопрос решается с департаментом образования. А они в курсе, уведомлены, да, что вы существуете, вы самоорганизовались, находитесь на семейном образовании. А администрация города Сургута оказывает какую-то поддержку со стороны государства, насколько мне известно, обязаны выплачивать какие-то дотации, если человек перевёл своих детей на семейное образование? На каждого ребёнка, по идее, должна быть какая-то выплата. Мы также знаем о том, что на каждого ребёнка ежемесячно выплачивается до 180 тысяч. Значит, мы заявились. То есть, на данный момент пока никакой поддержки не оказывается со стороны администрации? Рассмотрение внесено в Думу Хмау-Югры. Как у вас с питанием дела обстоят? Здесь у нас по желанию родителей дети приносят с собой, и мы централизованно заказываем. Уроки физкультуры у вас в каком виде проходят? А это лучше спросить у учителя физкультуры. В тёплое время были занятия на улице, сейчас в связи с морозами проводим внутренние учреждения. Есть трудности, да, с помещением, и есть трудности с проведением занятий по физкультуре на улице. Так как рядом площадки закрыты, и туда управляющие компании нас, к сожалению, не пустили. Хотя очень прекрасная здесь площадка спортивная, оборудованная. Мы подходили, спрашивали, но нам пока отказали. Какой у вас сейчас состав учительский? Сколько учителей всего? Десять. Многие из них преподают по несколько предметов? Да. Нам нужны компьютеры. На сегодняшний день, да, мы будем очень благодарны. Если кто-то готов будет нам оказать помощь, нам очень для наших деток, для урока информатики нужны компьютеры. Компьютеры, ноутбуки. Как у вас обстоят дела с мебелью? Я помню, у вас были проблемы именно с партами маленькими, да, со стульями. Решил свой вопрос? Первоначально, когда мы открывались, мы парты делали буквально своими руками. На сегодняшний день у каждого ребенка своя парта. У нас, мы, нам помогли их приобрести. Эта помощь кем оказывается? Помощь оказывается в основном родителями. Нашей же школы, учеников нашей школы. А я? Я же тоже помогал. Да, и неравнодушными, неравнодушными жителями города Сынгута. Ну вот, каждый может помочь, правильно? Да, кто может, тот помогает, конечно. Нам нужны еще расходные материалы. Мы хотим сказать о том, что мы будем рады видеть всех желающих, кто готов на сегодняшний день в это нелегкое время присоединиться к нашей школе. А также будем рады, если кто увидит наше интервью, окажет нам маленькую помощь в виде ноутбуков и всего расходного материала. Это может быть бумага, канцелярия, какой-то спортивный инвентарь, те же стулья, например. Вот у нас у малышей стулья, ну они же малыши, но в силу своего возраста стульчики были деревянные, и они немножко у нас устали. Поэтому, может быть, кто-то плотники могут нам сделать стульчики, либо приобрести нам их, подарить. То есть мы приняем любую помощь и поддержку, и будем благодарны за это. У вас родительские собрания проводятся? Да. Родители что высказывают? Как они? Довольны? Нет? Они собираются уходить обратно в школу или, наоборот, у вас приплыв родителей с детьми? У нас идет приплыв родителей с детьми. Родители не задумываются о том, чтобы уходить в школу, потому что они видят улыбающихся детей, да, им не нужно выполнять домашние задания с детьми. Дети сейчас у нас раскрываются в связи с тем, что у нас нет системы оценивания. Тем самым дети не задумываются о том, с какими глазами они придут домой, да, и будут их ругать за двойки. И вот высказывалось буквально, у нас было недавно родительское собрание первого класса, мама рассказывала о том, что в первом классе они до сих пор складывают один плюс один. Наши дети на сегодняшний день не решают столбиком. Отлично. По какой системе работает ваша школа? Вот известная советская, да, школа очень хорошая, РФская школа, ну, ушла на какие-то тесты, ЕГЭ. Вы какие системы используете? Очень хороший вопрос, спасибо огромное, потому что мы пересмотрели много систем. Мы пересмотрели систему Сингапура, мы пересмотрели систему Северной Кореи, Великобритании. И когда мы получили эти учебники от наших также неравнодушных друзей, знакомых, родителей, мы поняли, что все эти учебники, они основаны на методике именно советской школы. И мы сейчас применяем эти самые методики в нашей школе. То есть у вас есть учебники советских времен? Вы их где взяли? У нас есть учебники советских времен, 1954 года, с 1 по 4 класс. Также мы применяем методику системы Сингапура, методику Китая. В Великобританию пока еще переводим. Учебники у нас в электронном формате также имеются, которые мы распечатываем на также подаренных принтерах от неравнодушных родителей. Но, естественно, нужны расходные материалы. Поэтому мы все делаем своими силами в интересах наших детей. И сказали, что мы вносим туда свои корректировки. Потому что, как бы ни было, советская вот эта вся базовая часть, она остается неизменной. А вот то, что, как говорится, сейчас уже не изучается в нашей современной школе, это, в принципе, можно исключать и только включать как историческое. Но так как мы сами уже учителя со стажем отработали в школе много лет, и уже знаем, что лучше включить, в какую тему, как ее расширить, то есть, как углубить, чтобы дети это запомнили и поняли. Здесь вот тоже свои наработки мы применяем именно к этой системе, к этой базе, которая у нас есть в советских учебниках. То есть у вас такое, как сказать, винегреты, в основу которого положено советское образование. Да. А у вас какие-то есть, ну, не знаю, какие-то эксцентричные предметы там, я не знаю, рисование красками или... Изо, конечно же, есть. Рисование, да? Да, это рисование, да. Где они рассматривают разные технологии. Они не ограничиваются только работой красками, только работой карандашами. У нас идет также на сегодняшний день новое направление скетчинг. Дети активно работают маркерами, рисуют. Причем самое интересное, что мы увидели, что старшие приходят к малышам, их учат, а малыши тянутся к старшим, приходят к ним в гости. И у них сейчас идет самый большой и богатый опыт взаимодействия начальной и старшей школы, чего лишены, к сожалению, наши дети в обычной школе. Это как раз-таки тот самый важный момент, когда, находясь на семейном образовании, родители задумываются. Вот я ушел на семейное образование, я буду, например, нанимать себе репетиторов, на каких-то учебных площадках буду давать образование своим детям. А общения как такового моему ребенку не будет. А здесь мы эту проблему, получается, решили. То есть ребенок и обучается, и социализируется. Ну да, в обычной школе там, как обычно, разделяют на смены, и младшие классы редко очень встречаются со старшими. А у вас, получается, все вперемешку, и старшие присматривают за младшими. Да, и ведут уроки еще ко всему. То есть это как? Это вы назначаете или они сами не инициативу? Они все сугубо добровольно, они решают сами. Если у нас ребенок знает очень хорошо шахматы, то он преподает младшим классам у нас шахматы. Андрей у нас, один из наших учеников в совершенстве, владеет кубиками и рубиками, то есть причем в разных геометрических формах, он занимается с детьми. То есть у вас? По желанию. По желанию. То есть вы используете таланты учеников в образовательной цели других учеников? Да. Мы их не используем, они сами. Нет, я имею в виду с ним. В большем смысле слова используют. Вы используете не учеников, а их таланты, таланты учеников. Отлично. Я как мама могу сказать одно, что меня полностью устраивает данный формат обучения. У меня двое детей. Значит, один в восьмом классе обучается и один в первом. Здесь? Да, здесь. То есть я вижу прогресс, который у моих детей происходит. Старший открылся, начал общаться, формулировать предложения, составлять, общаться, просто общаться, разговаривать. Ну, младший, естественно, у него друзья. Значит, такой вот формат обучения, к которому мы сейчас пришли, для нас, для родителей, которые находятся на семейном образовании, это вообще шикарно. То, что в Сургуте, это образовалось. Я благодарна вообще учителям, мамам, которые это сделали. То есть всем родителям, которые также согласились вместе с нами принять в этом участие. И сейчас мы еще заявляемся на все конкурсы города Сургута, городские, от нашей семейной школы. А что за конкурсы с целью? Что, выиграть гранты какие-то? Нет. Это конкурсы «Таланты наших деток». А, вы уже, то есть прошло три месяца, вы уже заявляетесь на… Мы заявляемся. Да. Мы заявляемся буквально с первой по восьмой класс. Сейчас будет проходить шаг в будущее юниор. И мы уже с детками определились, с исследовательскими работами. И будем выходить. На олимпиады мы еще в этом году не были готовы. Но думаю, что сейчас те олимпиады, которые будут проходить у нас в городе Сургуте, и мы уже будем в них участвовать. Отлично. Ну, вы меня просто порадовали. Благодарствую. Благодарю. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»